Мы как постояли, это вот в Константине Звездочетов, а это в Украине Меронимки. Так и постояли с защелкнутым носом. Но это уже как бы вот это из такой эпохи, из эпохи прямого политического действия. То есть по случаю Иракской войны движение эти вышло и показывало пальцем в сторону. Ну то есть воспроиздела, видите, воспроиздела скульптурную композицию, что уже он играет. Вот еще, собственно, вот такой вот прямой политический высказник, хотя появилось только в конце 70-х, начале 70-х, что, как известно, а, в том, что такому роду политическое высказание уже можно было позволить. Ну, его уже можно было позволить сначала 70-х, но к концу 70-х, молодого поколения, уже и ветра 10-го доела. И поэтому, вот, один из, может, приходилось в Украину, где решено Бога расстрелять. Ну, то есть они пригласили зрителей и объявили, что сейчас они расстреляют такого зрителя. Вот. Мы расстреляли. Ну, значит, ну, это уже обратилось к следующему этапу, к обдаку. Да, там, собственно говоря, акции быстренько, которые присоединили в прокурателе Никита Алексеева. Но, вот видите, он посвящен тому, что советский город сбил пассажирский лагерь на дюжно-корейнской компании. А было там уже мало, вообще говоря, чай, лисеринский лисеринский. Ну, и вообще, как бы, представь, был в бельсеринчике. Я понимаю, что на ней никто не спрашивает, что это значит. Потому что все люди добрые воли понимают, что это ничего не значит. То есть в данном случае люди добрые воли понимают, что никакого символического и скрытого смысла. В данном действий нет. Принципиальный ни в коем случае. Название. То есть, как бы легенда, что речь идет о победе в ценностях и пламере юно-корейнской компании. Но в самом действии нет абсолютно никакого символического смысла. Это также вот, собственно говоря, здесь можно и говорить о том, что было произношение довольно новой стратегии. Потому что русское искусство всегда хотело все больше и больше смысла, значений и перетекания. А вот эти нашли в себе будущие акции группы Куздок, экологические свойства, акции группы Куздок. Света, которая работала на рубеже, ну, то есть в того, как говорили, 70-х. Это, собственно, ученики, группы Куздок и Меланиты, самые первые. Они всегда отличались удивительной простотой и ясностью. Ну, поскольку стала международной тенденцией, стала борьба за экологию, они просто три минуты не дышали. Ну, собственно, и Александр Александрович, по рассказам, у него всех хватило дыхания на три минуты. Ну, три минуты звучит красиво. Вот. Какие моменты политического несказания предназначены на то, чтобы остаться незамеченным. Вот это совершенно чудесная акция Юрия Виттерманова. Ну, Юрий Виттерман, действительно, знаете, человек весьма и весьма серьезный и углубленный, и сходный, да, и большая. Я это вот в Ультердаме сделал такую, как бы, ясную, чистую акцию, хотя, собственно, основанную на своей собственной поэзии. Вот. А в Ультердаме здесь был устроен предназначенный пункт с развязанными штуками зрителям Центральной империи. А вот дети Иганяна в таких-то вот депутейках и керах аэродромах и сидели вокруг, и... Ну, естественно, что... никому, кроме предпошел как искусствоведового художника, а шнуков развязать не удалось. Ну, еще в советские времена предполагалось, что... Ну, как бы вот, считал звали. Я художник, как я думаю, как будто бы совсем советский. А эти два... Опять-таки, не склонны к ясному прямому жертву. Сергей Анатольев, член группы медицинской теоретики, и Сергей Пугайов, который Африк, совершили вот такой постой ясный жест. Вылумали... Вот там, что я риск. То есть, там была такая дверь, дверь, о ней, собственно говоря, и спиона. Ну, соответственно, по этому поводу имеется весьма обширный, углубленный текст Виктора Тупицына, который знает много-много слов, и все очень подробно объяснил. Ну, мне кажется, что... Ну, и так же ясно. Вот. Значит, дальше мы переходим... Ну, пока что мы говорили о действиях вполне... Ну, символических или метафорических, если угодно. Или символико-метафорических. Абонцын с 90-х доставлен паралл прямого действия. И... Поповедник о таком прямом действии был... Александр Бренов. И... Вот это его лучшая перформация, когда... Вышел на Красную площадь, в грузах, и кричал «Дерюси в выходе». Как вы видите, целых три минуты. А... Три минуты сорок пять секунд. Ну... Три минуты сорок пять секунд. Ну, и в перформансе, в перформансе, я прошу, всегда очень важно продолжиться здесь. Если посмотреть, то вот... А... Анатолий Международный, там очень часто указано. В большинстве случаев, кажется, продолжить... Тридцать секунд... Один год. Но вот этот вот длился... Три минут сорок... Шесть минут... Шесть минут... Шесть секунд... Тридцать секунд... То есть вот... Тридцать секунд... Ну... Ну, пока что мы... Начали с... Продолжение следует...